Казалось бы, не мясо, но стоит не меньше. Лидеры по росту цен помидоры и огурцы. В среднем по России, по сравнению с январем, они подорожали на 15-16%, тогда как капуста на 8, а лук на 5. Хотя цены варьируются, например, стоимость тех же самых огурцов зависит от поставщиков. Раньше было 280 рублей, а сейчас стало 250. Сейчас гладкий не возят, а гладкий был подешевле, 200 рублей было. Рост цен на овощи и фрукты – закон сезона. Прошлогодние запасы на складах заканчиваются, а новых еще нет. А если чего-то становится мало, оно всегда растет в цене. К тому же отечественных овощей на прилавках стало меньше, а дорогого импорта – больше. Ну, цены должны немножко ниже, потому что здесь все-таки на север, и люди как бы должны питаться нормально. Дорожает, к счастью, не все. С начала года в России зафиксировано незначительное снижение цен на мясные продукты – где-то на 1%. Губкинский тенденцию снижения повторяет по курам и говядине. А вот свинина у нас, наоборот, немного подорожала. К тому же все зависит от того, где покупать. В каждом микрорайоне города есть и сетевые магазины, и торговые точки индивидуальных предпринимателей. Но как ни крути, сумма за один поход в магазин выходит приличная. Тысяча полторы, две, ну, точно. Считаете, это много? Ну, вроде чуть поменьше выходило. Тысяча две, наверное, три. Так, по-разному бывает. Зарплата низкая, продукты недорогие. Вопрос ценообразования на продукты питания до сих пор остается открытым. Тем не менее, государство контролирует стоимость товаров первой необходимости. Во-первых, устанавливает на них максимально допустимую торговую наценку. Кроме того, если в течение месяца стоимость того или иного социально значимого товара вырастет на 30% и более, органы власти могут заморозить цену на 90 дней на территории всей страны или отдельного региона и провести специализированную проверку увеличения цен. Дмитрий Самоленко, Руслан Утанов. Новости Губкинского.